Здравствуйте, уважаемые студенты. Мы продолжаем. Мы сегодня начинаем цикл наших видео-лекций по предмету политологии. Тема сегодняшнего занятия «Политические партии движения». Так, ну, «Политические партии движения». Так, уважаемые студенты, мы с вами определились с понятиями истории развития политической науки, с изучением политической системы. Так, мы с вами сегодня переходим к изучению одного из самых политических институтов, играющих основное ключевое значение в всей политической системе – это «Политические партии». Ну, для начала, что можно сказать о политических партии? История развития политических партий очень глубокая и насчитывает несколько сотен лет. В действительности, если обращаться к первым историческим трудам, то само определение политической партии, одна из первых наиболее близких по духу, это определение еще Аристотия, который говорил о партиях равнин, партиях гор, партиях долин. Но в действительности все мы понимаем, что партиями те, как таковыми, действительности не являлись. В дальнейшем же такие же общие понятия определения партии, мы могли бы охарактеризовать и в эпоху Средневековья партии Гебелинов и Гвейфов в Италии. Но в действительности же первые политические партии, прототипы первых политических партий заградаются в Англии. В Англии это первые политические партии по образцу, в первую очередь, клубов, как таковых организаций. Дело в том, что они появляются где-то в середине XVI века. И одной из первых политических организаций в данном отношении стал известный английский клуб Чарктон Клаб. В будущем это организация консерваторов. Клуб настоящего момента времени, партия консерваторов, осуществляя сборы организаций в своей деятельности, начиная деятельность в начале года, как правило, начиная со встречи с своим знаменитым Чарльзом Клабом. В дальнейшем аналогично структуре Чарльза Клаба в Великобритании появилась не менее известная организация «Либерал Клаб». Собственно говоря, на протяжении всей истории развития политических партий Великобритании две эти структуры в дальнейшем интересы их очень часто сталкивались и противостояли друг другу. История возникновения двух этих клубов по большому счету очень близкая. Если вспомнить аристократическую Англию в этот период времени, то для большинства жителей высшей аристократической верхушки наиболее эффективным способом проведения своего времени было как раз таки проведение его в клубах. Но если вы вспомните так называемые понятия родовой чести, клановой чести, сословной чести, то для тех или иных сословий самым важным являлось именно то время и окружение, в котором они его, собственно говоря, проводили. Для этого периода времени было характерно, что те или иные люди занимались соответствующими видами деятельности, которые они считали наиболее важными и значимыми для себя. Соответственно, с этим на свободное время представители высшей аристократической верхушки проводили, ну, как вы помните, по художественному фильму, по представлениям, как правило, очень весело, то есть на балах, на охоте. Соответственно, занимались теми иными деятельностями, которые для их родовой структуры считались наиболее важными. Соответственно, наиболее важным способом, единственным способом проведения свободного времени в том числе было проведение его в клубах. Чем же занимались себя в клубах люди. Собственно говоря, это современные аналоги тех клубов, которые есть и сейчас, да. То есть, что проводили свободное время, обсуждали те или иные важные государственные вопросы, и, собственно говоря, просто весело проводили время, да, играя в криббидж, да, в покер и так далее. Но вместе с этим уже где-то в 16-17 веках постепенно образом оформляется основная особенность деятельности партии либерал-клубов, либерал-клаба и чарстен-клаба. Основной особенностью в этом периоде времени являлся тот факт, что в Англии в этом периоде времени стремительно развивается промышленность. Если помните, то для развивающейся промышленности в этом периоде времени крайне важным являлся на привлечение трудовой деятельности в качестве рабочих, бывших крестьян. Но, если вы помните, значительная часть населения живущая в сельской миссарской участвовала или принимала активное участие в работе фабрика и мануфактуру в этот период времени только зарождавшись лишь в период межсезонний. То есть, как правило, зимой. В основной же период времени они занимались своим сельскохозяйственным трудом. Как вы помните, в Великобритании в этот период времени крупнейшая колониальная держава, в том времени еще только оформлявшись. Но уже в этот период времени гораздо выгоднее было завозить зерно и продукцию сельского хозяйства из колоний, которых собирали уже по нескольку раз в год. Но для партий консерваторов, как вы понимаете, являвшись крупнейшими лендлордами, то основной доход они получали именно как раз-таки за счет сдачи в аренду вот этой самой земли. Именно в период времени между партиями, клубами, Либерал Клаб, в большинстве которых представляли себя для крупнейших промышленных, наиболее крупнейших промышленных круги, то для партий Чартленд Клаб – это, как правило, крупнейшие землиные собственники. То есть между ними здесь развивалась острая борьба по поводу возимого или импортируемого в страну хлеба. Дело в том, что Либералы были в первую очередь за понижение таможенных пошлин на возимый хлеб, в то время как представители консервативной партии, наоборот, тратили за то, чтобы таможенные пошлины повысить на возимый хлеб. Собственно говоря, это такая вот основная черта, которая в будущем и стала основным принципом, разделяющим две эти политические партии. В дальнейшем спектр причин, разделяющих их, как вы понимаете, расширился. Но это лишь одна из сторон вопросов, возникающих между людьми спорми. Но факт остается фактом. В это время английские партии постепенно разделяются, интересы их постепенно расходятся. Именно этот клубный этап развития политических партий стал наиболее важным в развитии протопартийных именно в целом организаций. Что же еще по этому поводу вы можете рассказать? Партия в это переуверение развивается очень быстро. К тому же доля промышленников стремительно расширяется. И это происходит, действительно исторический процесс развивался очень быстро. И число представителей высшего сословика, понимаете, увеличивается очень быстро. Но при этом, как вы понимаете, представители буржуазной верхушки не обладали значительной частью избирательных прав, что приводило к повсеместным проблемам и противоречиям. В Англии эти вопросы решились быстрее и эффективнее всего, как вы понимаете. И это постепенно приводит к тому, что число людей, имеющих избирательное право, постепенно расширяется. Расширение избирательного права повсеместно приводит к тому, что доля людей, участвующих в избирательной кампании, расширяется. Если ранее для проведения избирательных кампаний, для выборов депутатов палаты представителей, то есть нижняя палата английского парламента, собственно говоря, ничего сложного не было. То есть нужно было, попросту говоря, провести собрание членов клуба Чарльсон-клаба либо либерал-клаба, либо каких-либо других клубов, и вопрос о выборах практически решался. То есть дело в том, что в этот период времени заседания в этих салонных клубах были частым явлением, и вот проблема выборов, а все уважаемые члены светского сообщества, как понимаете, входили в болифожие в эти клубы. И поэтому проблема осуществления выборов не была такой острой и сложной. Но в 18-19 веке расширение доли участвующих в процессе выборов вырастало очень быстро. И зачастую число людей, избираемых, стали входить и те люди, которые, как вы понимаете, вышли из технических кругов, были не вхожи. То есть изначально, как правило, с течением времени имущество был введен так называемый имущество лиценз, который с течением времени снижался. И для прохождения парламента зачастую надо было иметь лишь, являться собственником домовладения и обладать небольшим финансовым капиталом, который в Англии считывали доходом, как вы помните, в несколько сотен или несколько тысяч фунтов стерлингов. Так вот, в Англии в этот период времени структура развивалась очень быстро. И число избирателей постепенно образ растет. Но вместе с этим в тот период времени такой единый регистрационный службы, который бы фиксировал всех тех людей, которые имели право буддизмами, в этот период, попросту говоря, не было. И в Англии в этот период времени появляется так называемое общество переписи, общество регистрации, как мы с вами бы сказали. Организацией деятельности общества регистрации занимались и как раз таки лидеры вот этих клубов, Либерал Клаба и Чарльсон Клаба. Принцип деятельности их был очень прост. Люди, зачастую обладавшие тем или иным имуществом, попросту говоря, зачастую не знали о том, что они стали обладать активным избирателем права, да, и вообще избирателем права. И вот в период времени представители этих алисократических муков обходили местное население и предлагали им проголосовать за себя. Собственно говоря, вот эта самая избирательная кампания их очень близка к современным технологиям, схожим с кампаниями двери к двери, да. То есть, собственно говоря, принцип очень простой. К вам на этом приходят те или иные люди и предлагают проголосовать за вас. Но понимаете, английское общество, не избалованное тем, что к ним вдруг неожиданно стали обращаться представители высшего сословия, были этим крайним образом удивлены. Вот представьте себе, да, для помощника, который считал себя маленькой сошкой, в этой системе вдруг неожиданно на дом приходит тот или иной человек, да, и вдруг неожиданно обращается с ним таким удивительным вопросом, да. Здравствуйте, да, вот. Я вот лорд, там, условно скажем, Джеффри, да. Хотел бы узнать, да, как проживает там ваша семья, как ваши дети, да, собственно, какие проблемы в целом необходимо решить для нашего графства, герцикства, да, чтобы вам жилось гораздо лучше. Понимаете, сам факт обращения представителей высшего сословия для низких слоев был очень интересен, да. Удивительный факт привел к тому, что в действительности одновременно с переписью регистрации в реестре избирателей проходила, осуществлялась активная агитация за того или иного кандидата. То-то сама избирательная кампания в Англии получила название поцелуйчиковой. Существует удивительный пример, знаменитая герцогиня Роджана Кавендиш в свое время предлагала каждому человеку, который проголосует за ее протеже, расцеловать, да. Собственно говоря, с этого момента времени избирательная кампания в Англии получила название поцелуйчиковой, да, камерос, поцелуй с английского, да. В действительности вот это принципы поцелуйчиков избирательной кампании были особенно актуальны в Англии вплоть до середины 19 века. И в этот момент времени партии были, так скажем, по большому счету, как их сегодня называют, кадровыми. То есть структура и характер проведения избирательной кампании был таков, что партии, как такая вот активно действовали лишь перед выборами, да. Избирателей было еще не так уж много, и в течение действительности нескольких дней небольшой группы людей можно у всех их было, попросту говоря, обойти и прогетировать, да. Одновременно с этим, с процессом агитации, как вы понимаете, денег на него тратилось не очень много. Поэтому сам процесс избирательной кампании оплачивался из кошелька, собственно говоря, кандидатов, которые, как правило, были представители высших сословий. И поэтому на работу профессионалов, так называемых, да, специалистов зачастую нанимали, которые правильно образовали внизу или представляли лорда. И это не было столь затратно. Но в 19 веке ситуация кардинального образом меняется. Что же происходит здесь? Дело в том, что вы, наверное, ну если историки, если вы по специальности историки, но в целом изучая историю, всемирную историю в школе, вы должны были знать о том, насколько сложно складывалась ситуация в 19 веке. В частности, уровень социально-клинического развития достиг такого состояния, когда представители меньшие сословий, в частности рабочих, да. Статусов был одним из самых низких. Что же происходит здесь? Вот наиболее показательным в данном случае является работа Фредерика Эльбиса, которая называется «Положение рабочего класса в Англии». В чем уже в данном случае работа? Вот период времени, если вы помните, рабочий день в целом достигал около 12 часов в сутки, да. При этом уровень заработных вкладов был очень низкий, если вы помните, да. Причем говорить о какой-либо социальной защите прав и интересов говорить вообще не приходилось. Ситуация была настолько удручающей, что вот те факты, которые приводят Фредерик Эльбис, здесь очень страшно, да. Если вы помните, уровень заработной платы хватало на то, чтобы обеспечить себя всем лишь необходимым по минимальному порядку, да. При этом у нас постоянно существовался рост цен, а заработные платы снижались. Одновременно с этим, как вы помните, работали не только представители мужчины, но и женщины. При этом уровень заработных вклад женщин был на несколько порядков ниже, чем мужчин, да. Кроме этого, в трудовой деятельности начали привлекаться дети с очень раннего возраста. Мы можем приводить пример, что пятилетние, шестилетние дети уже начинали работать. то есть, конечно, надо работать и назвать, начали работать как? Они работали на шахтах. То есть, если вспомнить, то дети открывали в пяти-шесть лет... в возрасте они открывали дверцы в шахту, открывали, закрывали. То есть, вот представьте, да, вот пяти-шесть-летние дети уже работают. Восемидевятилетние дети уже работали в шахтах. Они что? Они вот брали в узду, за узду маленьких пони, которые перевозили из угольных шахт, руду, да, как вы помните. Ну и, собственно говоря, сам уголь. То есть, вот такие вот очень страшные условия работают в этот период времени и осуществились. Кроме того, Максов в первое время, как вы помните, выявил такой убедительный закон согласно которому положение рабочего класса с течением времени должно было лишь ухудшаться. Это обстоятельство с течением времени приводит к тому, что рабочие, стремясь защитить свои права, начинают обвиняться в креды и нейроны, так называемые. Ну, сегодня, по-просто говоря, профсоюзы. А профсоюзное движение, в конце концов, перед словом, движение, создающее современные массовые партии. Что же они из себя представляют собой? Массовые партии. Массовые партии, собственно говоря, это партии уже более нового уровня. Это не кадровые партии, это не общество переписи, это даже не клубы. Это такие более мощные стержневые организации. Что же из себя представляет собой? Это политическая партия, да? Как стержневая такая основательная структура. Что же она из себя представляет? Итак, дело в том, что, если вы помните, для того, чтобы защищать свои интересы у рабочих, в отличие от представителей или высших засловий, денег на проведение избирательной кампании, как вы понимаете, не было, да? К тому же уровень зарплат рабочего в это время был настолько низкий, что собрать деньги в небольшой период избирательной кампании им было, на самом деле, не под силу, да? То есть, в действительности, такого большого числа денег за нас собрать – это очень сложно, да и практически невозможно, да? Ну, для примера, что избирательные кампании сегодня, они числяются миллионными суммами, да? Для того, чтобы отбежать победу в небольшом избирательном округе с численностью, ну, средней численностью, критеризующей, например, выборы в региональный муниципалитет, да, условно скажем, они оцениваются в очень значительную сумму. Условно скажем, для того, чтобы стать главой того или иного муниципалитета, для примера, ну, чтобы вам было более понятно, да, требуется значительная сумма. Вот, прошлые выборы, эти выборы в 2012 году показывают, что в целом для того, чтобы стать главой муниципалитета, с численностью жителей около 20 тысяч человек, да, в среднем необходима была сумма, равная где-то около 4-5 миллионов рублей, да? То есть, вы согласитесь, сумма довольно-таки значимая. При этом это еще не факт того, что вы в этом муниципалитете одержите победу. Надо, по крайней мере, обладать тем или иным уровнем известности и, по крайней мере, тем или иным, собственно говоря, минимальным ресурсом. 4-5 миллионов, вам кажется, действительно очень многое. Можно назвать, на самом деле, сумму гораздо меньшую, но вы забываете о том, что зачастую те или иные великолепности, по-моему, в форме оплаты труда, они не учитываются. То есть, что, собственно говоря, вы набираете агитаторов своих родственников, да, либо кандидат набирает своих родственников, им зарплаты, как понимаете, не платят, да? Вы понимаете, это все же труд часы, трудозатраты, если трудозатраты перевести в денежный комитет, то сумма будет в целом так выстраиваться. То есть, что время агитаторов, которое затрачивается, да, потом, что уже затраты на бензин, оргтехнику, организационные вопросы, даже самые элементарные вопросы питания и выпуска тех или иных инструкций, входящих в раках самого избирательного штаба, требует больших затрат. Ну, если все это прочитать, то сумма, собственно говоря, в таких пределах и выйдет, что вы не обольщаетесь. Да, избирательная компания очень дорогое удовольствие. Так вот, повторяем, у рабочих денег в таких больших количествах объемных опросов на ней не было. Не обладали рабочих такими большими денежными средствами. Откуда же, собственно говоря, у них появились и деньги? Дело в том, что, если вспомните, во многих западных странах англо-саксонских стран, да, зарплаты выплачиваются, как правило, в течение каждой недели. После недели работы, как правило, рабочим выплачивалось зарплату по числу и по объему выполненных работ, либо по трудодням, да, сколько дней они отработали. Так вот, как вы понимаете, для рабочего собрать в течение четырех лет какую-либо ту или иную сумму нереально, да. Так вот, сумму на проведение той или иной избирательной компании они собирали в течение всех четырех лет. То есть в течение четырех лет, в течение каждой недели, к рабочим приходил, как правило, тот или иной человек, который занимался сбором денежных средств на проведение избирательной компании. Это были так называемые членские взносы. Как вы понимаете, членские взносы были не очень высокими, да, не очень значимыми в целом. Но в случае, если их собирает с большой части рабочих и на протяжении всех четырех лет, то сумма, как вы понимаете, набегает довольно-таки значимой. Собственно говоря, их в течение трех-двух месяцев перед избирательной компанией люди и тратили, да. Ну, сами избирательные компании, как вы понимаете, были очень, вещи очень накладные, да. И сама форма агитации для сбора средств требовала появления отдельного взятого человека, который вот, собственно говоря, эти деньги и снимал, собирал и на эти, частично, на часть этих денег, в том числе даже и жил, да. Привез фигуру так называемого секретаря партии. Появление в действительности штатной единицы партии привело к тому, что эта штатная единица в партии одновременно не только осуществляет сбор денежных средств, но одновременно с этим осуществляет пропаганду агитацию. Кроме этого, возникает чисто психологический эффект. Ну, человек, заплативший за деятельность политической партии в период избирательной компании, как вы понимаете, при любом раскладе приходил и продал, потому что он, как бы думать, по-моему, сколько говорят, заряд деньги отдал, что ли, да. Вот эта система, механические формы привязки, обязательств, возникающих по отношению к теме людей, приводит к тому, что партии рабочие, социалистические, коммунистические, как вы понимаете, развиваются очень и очень быстро. что в целом, как понимаете, очень хорошо отразилось на эффективной деятельности. Партии рабочие, социалистические, коммунистические очень быстро стали добиваться успеха. И, действительно, либористская партия в Англии в начале, в середине XIX века, а особенно в начале XX века, начинает набирать очень значимые голоса, да. и с ней вынуждены были считаться в будущем. Ну, вот так вот, да. Партии массовые развивались, во-первых, очень быстро. Вместе с этим мы с вами должны вот таким-то образом все же их классифицировать и организовать форму и характер их деятельности. Итак, массовые партии, на самом деле, тоже друг от друг отличаются, выделяют так называемых три вида массовых партий, которые по структуре свои чуть-чуть незначительно, но друг от друга все же отличаются. Какие, собственно говоря, значимые параметры здесь их выделяющие. Итак, дело в том, что, осуществляя сбор денежных средств, одновременно регистрируя своих членов, деятельность могла развиваться в разных формах направлений, деятельностей. Одним из них явился так называемый принцип районный, тип осуществления своей деятельности. Это так называемые партии-секции, да. Ну, принцип определения партии-секции вышел из примера парижских, парижской коммуны, как вы помните, которая была разбита на ряд город. Париж был разбит на ряд секций, да. Ну, секция, то есть небольшая часть города, да. Так вот, если вы помните, рабочие сиделись, как правило, рядом с тем предприятием, на котором, собственно говоря, работали, да, вот там небольшие барачные поселения, да, бараки, которые сами рабочие, сами собственники вот этих заводов строили, да, да и вообще жители вот этих фабрик, как правило, селились именно там, да. Собственно говоря, сами рабочие на освобожденных должностях занимались тем, что собирались именно деньги в период, как раз таки, получения им заработной платы, да, вот они собирались, и вот осуществлялись в городе ниже средств, там как раз таки, да, в том местах населения. Сегодня структура многих политических партий такая, да, вот, собственно говоря, обратите внимание, структура многих партий выстраивается с ими с уеха. Изначально это уровень поселений, да, сегодня, затем уровень района, затем уровень субъекта федерации, а затем, соответственно, с этим всесоюзные органы, всероссийские органы управления. Та же система действовала тогда, но с муниципального уровня сегодня, ну, что вы можете сказать? В том или ином муниципалитете, все вы знаете, есть районное отделение партий, там, Единой России, да, КПРЛ, да, есть эти лидеры возглавляющие ту или иную партию. То есть все мы с вами здесь понимаем, что структура их деятельности была очень ясная и понятная. И, в принципе, что-либо сказать здесь не приходится. То есть система была очень эффективная, залопередливая. Но эта партия, как правило, особого типа, как их сегодня называют, это партии социалистические, да, социалистические партии, действовали по такому принципу. Ну, еще что. Следующий тип политической партии это партии ячейки. Ну, ячейка, как понимаете, ячейка это другой принцип организации, это уже принцип производственной формы организации деятельности. То есть, как правило, членами ячейки становились люди, работающие на много бутовых предприятий. Это принцип рабочих партий. То есть, вот это ячейки, то есть, секции это социалистические партии, то ячейки это рабочие коммунистические партии, да. Чем же суть и дело. Понимаете, зачастую деньги собирать наиболее эффективнее не по месту жительства, а по месту работы. Вы понимаете, человек сидящий, приходящий с работы, уставший, по правилам ложится спать, да, и тут кто-то к нему приходит в дверь и стучится, и требует заплатить членские взрослые, или требует вообще хотя бы выслушать их. Как понимаете, человек взлобленный, озлобленный, уставший с работы, такого человека очень хорошо слушать. Поэтому агитировать, соответственно, гораздо эффективнее на производстве, да. Кроме этого, как понимаете, не все, зачастую люди живут так же, где и работают. Многие люди сегодня добираются до местных работы с окраин, правильно? Это приводит к тому, что вот рабочие могут расселяться в дисперсов, то есть он живет в одном, определительно находится в одном районе, а он живет в другом, причем таких рабочих очень много, собирающихся на одном заводе с разных частей города. Так вот, соответственно, агитивно пропагандировать и агитировать лучше всего прямо на предприятии. Эта логика действительно очень показательная, и поэтому партии осуществляют деятельность в том числе на производстве. Но сегодняшние принципы таковы, да. На крупных предприятиях сегодня те или иные партии так иначе заходят, пытаются осуществлять агитацию, встречу со своими забирателями, кандидатами и так далее. Да ведь? Ну, обратите внимание, как правило, члены сегодня активно используют административный ресурс в те или иные партии. Единая Россия, например, очень часто заходит в школы, в больницы, да, поскольку там главврач, либо директор школы является членом этой партии, существуют встречи там, да. Конечно, факт нехороший, но все же он реально существующий. То же самое касается лидеров политических партий, которые могут осуществлять агитацию на крупных сегодня фабрик и заводах. Ну, сегодня, согласитесь, все партии используют данный механизм деятельности. Более-менее сильные, крупные, которые встречаются с членами крупнейших сегодня производственных объединений, таких как, ну, крупные, какие вы понимаете, ну, Норильский Никель, например, да, Газпром, Ю, тут и Лукоил и так далее. То есть вы понимаете, что на самом деле такие принципы действительно все очень часто, да, и никуда у вас с вами до этого уйти не может. То есть это производственный принцип организации деятельности партии. Ну, наряду с таковым существуют и иные формы организации деятельности. Ну, какие, например, да. Существует последний тип, который в свое время вылил, ну, вот, известный черный борец держит. То есть это мы называем партии милиции. В чем особенность деятельности или здесь? Ну, партии милиции, что это за организации? Партии милиции действуют уже по иному образу. Дело в том, что, как правило, организация это какая? Это пример фашистских партий. То есть что, если вспомните, с точки зрения фашистов, основным видом деятельности и являющейся центром, вокруг которого стержнем собирается весь народ, является война. То то есть война, с их точки зрения, является основным двигателем прогресса. То есть, с их точки зрения, именно военные действия как никогда и не более четко скрепляют народ. Война, как ни одна из структур, очищает и облагораживает народ с точки зрения фашистов. Так вот, их структура партии строилась на основе военных либо полувоенизированных организаций. Милиции. То есть, если вспомните, то в Германии и во фашистской Италии, как правило, низовую структуру устроились на основе полувоенизированных организаций. Ну, Германия начинается, вы помните, с организации «Боевые кресты», да, то есть, «Железный крест», вы помните, «Братство железного креста», «Боевых крестов», в Германии приросло как раз таки в Национационно-Стратегическую партию Германии, которая в будущем свою деятельность также выстраивалась снизу и вверх, начиная с детского уровня, да, то есть, вот эта организация «Гитлер и Юген», да, вспомните. В Италии то же самое, это организация «Чернорубажничника», да, вот тоже полувоенного, организация полувоенной структуры. Вот этот принцип деятельности, он особенно показатель, это партии военизированные, да. Ну, данный принцип организации любой партии, он, как вы понимаете, играл очень важную роль, но основателем, либо первым человеком, который фиксирует всю эту систему, стал известным французским ученым Морис Дью-Юрженом, то есть у него знаменитая работа «Политические партии», где он все это четко, по крайней мере, описал, да. Ну, вместе с этим существует ряд других моментов, четким образом фиксирующих факт того, как и в какую сторону партии развивались, какие элементы, либо механизмы развития партии, партийных систем мы с вами могли бы выделить и дальше, да. Ну, что по этому поводу мы с вами можем сказать. Вот, партии развивались очень быстро, но в 50-е годы 20-го века они уже, в принципе, пришли, начали переходить в иноплатах. Есть известная работа Стейна Роккана, который ученый Стейн Роккан, который по-особному описал ситуации, складывающиеся в 50-е годы. Вот они вместе с Сеймером Роблисетом описали такую вот очень печальную ситуацию, складывавшуюся в 50-е годы 20-го века. Дословный смысл очень просто. Он говорит о том, что партии в 60-е годы, в 50-е, в 60-е годы пришли в упадок. В первую очередь связано с тем, что социальные расколы общества уже к 1920 году пришли в глубокий упадок. И замороженные на несколько столетий они, он говорил, разморозились. То есть само понятие замороженные и размороженные социальные расколы для вас должна быть в той или иной степени непонятно. Но с точки зрения Стейн Роккана, борьбу партии определяют так называемые основные социальные расколы. То есть что? Формы противопостояния тех иных социальных групп. Принцип здесь очень прост. То есть он выделяет 4 основных критических точки, которые послужили основой формирования современных партий. Так вот, что же это за социальный раскол? Вот первым социальным расколом был раскол по линии верующей. То есть если вспомните вот реформация, которая произошла в Европе, привела к тому, что появились в действительности католики и протестанты. Собственно говоря, проблема религии и отношения к религии тех или их политических партий сегодня, в том числе, не играет особо значимую роль. Вот какой пример мы с вами можем привести. В Германии до сих пор есть партии, в которых четко содержится их отношение к религии. Вот есть в действительности замены зеленые и черные социальные партии ХДС и ХСС. Что это христианские демократы и христианские социалисты. Вот он, один из видней примеров, который четко фиксирует по себе отношение религии, либо отношение людей к религии. Ну и еще более показательный пример – это последние выборы, которые произошли в США. Вот Адмит Роуни, один из кандидатов на постпрезидента США, вы помните, являлся среди партии республиканцев, причем одним из радикальных людей, радикально относившихся к религии. То есть он является одним из представителей мормонов, как помните, одной из религиозных сект, относящихся к религии крайне важным значениям. Правильно? В то же время классический пример прямо противоположный – это отношение Барака Обама. Барак Обама в отношении религии чего? Товарищ, ну как? Отец его, как бы, он терялся выходцем из Африки. К тому же мало того, что отец Барака Обама, он к тому же еще и мусульманин. Вот так, сам Барак Обама относится к религии как? Ну, он говорит о том, что он кто, уважаемый? Он неверующий, он как бы относительно скептически относится к религии, как их сегодня мы бы называли, агностиков, да, то есть атеисты, агностик такой, удивительный, да, пример. То есть среди демократов вот отношение к религии такое двояко. Они вроде бы не отрицают многие ценности религиозной жизни, да, но в то же время и не считают о том, что религия должна играть определяющее значение. Ну, в то же время обратите внимание, многие сегодня баллотируясь на те или иные посты, зачастую фиксируют факт о своем отношении к той или иной религии, да. Но обратите внимание, Борис Николаевич Леонидович, как в период баллотировки его на пост президента, мы вдруг неожиданно обнаруживаем в храме Христа Спасителя держащую свечку, да. То же самое мы могли бы отметить по отношению к крупнейшим лидерам нашей с вами страны, что они ходят в действительности в период крупнейшего религиозного праздника в церковь, хотя возможно сами довольно политически относятся к религии, да. В этом уставился факт того, что сегодня вводится система, ну, например, чего? Ну, такое же специфическое отношение к религии сегодня демократически вносится в армию. В армии появляются церкви, да, в армии появляются институты уполномоченных по религиозным вопросам, да. В армии сегодня не набираются люди по религиозным принципам. То есть сегодня священники, буддийские ламы, хаураки, как правило, что имамы в армии не служат, как вы помните, да. Вот такая вот очень удивительная характеристика. Ну, как он служит? По религиозному билению не служит, да. Система очень показательная. Что за счет? Ну, вопросы религии, я думаю, вам понятен, да. Но с этим не менее важным существенным толчком в развитии стала промышленная революция, которая привела к поверению, к расколу, как понимаете, по линии промышленники и кто? По линии либералов и консерваторов. Ну, как вы понимаете, мы с вами сказали, так кто? Люди с традиционной укладной ценности и либеральной укладной ценности. Этих моментов мы с вами тоже можем выделить очень много, правильно? Консервативно настроенные ратуют за сохранение традиционных ценностей, правильно? Либералов за развитие современных. Но по этому поводу те же самые принципы мы можем отнести к партиям американским, да, консерваторов и партии республиканцев и демократов. Республиканцев и что? Ратуют за классические семейные ценности, правильно, да? За крепкую семью, за убеждение специфических отношений к тем или иным формам браков, да? В то время как демократы к этому отношению относятся крайне лояльно. Ну что, уважаемые, но это семейные ценности не так важны. Возможность заключения американцами и демократами описывается возможность заключения однополых браков. То, против чего выступает республиканцы, то с этой стороны за выступают демократы. Республиканцы против, чем уважаемых, возможности осуществления абортов. Демократы за, например, да, и так далее, и так далее. Вот этих вопросов очень много, характеризующие консервативные ценности, ценности семейные и либеральные, характеризующие особое место человека в семье, например, да, вот консерваторы за то, чтобы вместо женщин традиционные, которые они занимали, подчиненные, да, со самополагающими либералы, за повышение статусности женщин в политике, да, и так далее, и так далее. Эти моменты очень частые, они показательные, и никуда от этого в основном уйти не может, да. Ну, на ряду с этим, кроме вот этого раскола по линии церкви, по линии консерваторов и либералов, есть расколы другой, не менее важный, по линии, вот тоже самое, фактически, это по линии город-село, да. Ну, вы понимаете, город то, что либеральный, а село у нас консервативное. Ну, у нас в России, например, тоже показательные, да, в город у нас голосуют за либеральные партии, в то время как село голосуют за консервативные партии. Этим объясняется от того, что в сельской местности людей довольно-таки много голосующих за коммунистическую партию, правильно, да? Вот такие элементы, по крайней мере, встречаются у нас с вами без мест. Ну, что еще по этому поводу можно сказать? Не менее важным расколом явился раскол, который произошел в период буржуазной революции, это раскол по линии собственники и наемные рабочие, да. То есть, обратите внимание, у собственники стремится что сделать? Повысить эффективность своего предприятия за счет понижения заработной платы, да, и сокращения расходов на безопасность труда. Так ведь, в то время как рабочие, наоборот, за сокращение часа рабочего дня и повышение заработной платы. Но эти интересы постоянно будут устраживаться. Да, вот, пример опять-таки, наиболее эффективный по отношению к правооборствующей партии республиканцев и демократов. Республиканцы – это собственники предприятия, а демократы – это наемные рабочие. Вот эта линия борьбы особенно характерна. Вы понимаете, большая часть расколов, она была, пришла в тупик уже, как отмечает Ростейн Рокман, в 50-60-е годы. То есть, расколы, в действительности, наиболее характерны для 20-х годов. Но в 50-60-е годы они приходят в упадок. С чем же и почему происходит этот самый глубокий упадок, происходивший в прошедшем период времени? Все объясняется очень просто. Ну, уважаемые, из курса социология вы, наверное, помните, да, что уже где-то в 50-60-е годы отмечается, как у людей филиппах, что происходит стремительные изменения социально-стратификационной сети у нас с вами, да. В результате научно-технической революции кардинальным образом меняется социальная структура. Итак, если основным классом в это время были рабочие, да, то в результате интерра число рабочих стремительным образом сокращается, да. То есть машины, как вы помните, заменяют человека. Машины труд заменяют человека. То есть, если раньше на крупных заводах и фабриках работало несколько тысяч человек, да, то тут неожиданно образом их осталось буквально несколько сотен, правильно? Это объективная ситуация. Рабочие компьютеры стали заменять человека, то есть те или иные машины, те или иные автоматизированные системы стали осуществлять работу за человека. Причем уровень автоматизации стал стягать в действительности значительных результатов. Куда родилось все население? Не могли же они попросту говорить чисто. То есть они пережили внутренние отрасли деятельности. Причем основной отрасли деятельности стала, как вы помните, сфера услуг. Но сфера услуг строгая, классовой стратификации, классовой системы форм выделения на самом деле не существует, да. То есть, если вы помните, то классовая структура такова здесь, что объединиться в рамках больших структур здесь практически невозможно. Ну, вы понимаете, наверное, что объединение рабочих здесь было, но на такой сложной системе многоуровневые вы их объединили уже практически невозможно. С чем это связано? Во-первых, рабочих стало мало, да. Во-вторых, уровень квалификации их вырос. И, соответственно, с этим они с продуктом практически не встречаются. Да и интересы у них, собственно говоря, стали какими? Разными. Ну, что еще одновременно с этим происходит? Вот в крупных сфере производства, которая стала самой, которая задействовала практически 60% всего населения сегодня, да. Сегодня ситуация какая? Ну, дело в том, что объединить опять-таки официантов, рестораторов, парикмахеров, булочников, продавцов тех или иных магазинов, какие-либо корпоративные структуры такие вот там большие, крайне значимые, практически невозможно, так ли? То есть, извините, их много, но не настолько, чтобы их интерес защищала та или иная партия. В результате этого социальная структура, соответственно, размытая. Если партии никогда опирались на отдельный какой-то либо класс, либо социальную группу, то сегодня сказать о том, чтобы та или иная партия опиралась на отдельный класс новую группу, сегодня практически невозможно. В партии сегодня происходит такой вот глубочий упадок, да. Партия не знает, на как она ориентироваться. Вот, Отто Кикхаймер в это период времени писал по отношению к партии следующим образом. Развитие социальной структуры общества, развитие средств массовой коммуникации, которые связали каждого человека с той или иной партии, к которой он ассоциировал свою деятельность, да. Решение многих социальных проблем, которые подняли коммунистические и социалистические партии. Ну, какие вот вопросы восьмичасового рабочего дня был решен, да. Заработные платы, как вы понимаете, подняли, да. Социальное обеспечение, соответствующее на высоком уровне. Техники безопасности соблюдается. Утрата пенсии по уплате трудноспособностей партиями и государствами, предприятиями и государствами выплачиваются. Все это приводит к тому, что партии становятся таким периферичным, либо не столь значимым ассортиментом политической системы. Это приводит к тому, что партии, интересы партии начинаются связываться с совершенно иным, так скажем, особым ключей. Появляются партии, как назвал Отто Кикхаймер, партии «Хватай всех». То есть, что это за партии? Ну, обратите внимание, сегодня, если очень грубо, конечно, сказать, то принципиальная разница между интересами тех или иных политических партий, программных, да, найти практически невозможно. То есть, это как? Ну, если очень грубо взять программную партии, например, Евгения России, КПРЭП, УДПР и Справедливая Россия, очень грубые еще, повторяю, да, не подумайте, что это так, если эти программы не близки, но все же, если парализировать их, то они не очень сильно отличаются друг от друга. Да, в технических гитаях, в подробностях программы все же друг от друга отличаются, но не настолько, чтобы в действительности можно было говорить о том, что партии активно другу противостоят. То есть, условно скажем, вот такая сложилась очень интересная система, герой партии становится далеко неоднозначной. Что же происходит дальше, да? Он, вот таки, Харри писали про 60-е, про 50-е и 60-е годы, но вот в 60-е и 70-е годы, даже в начало 80-е годы, Анжела Панемьянко, Ричард Кац и Питер Мейера стали писать об возземлении партии нового образца, да? В чем же их особенность? В чем особенность партии нового образца, да? Так, партии нового образца, они друг от друга очень сильно отличались. Ну, вы понимаете, что в 20-м веке ситуация стала такая, что заинтересованность деятельности партии сокращается. Кроме этого, партии становятся всехватами, то есть борются за силы населения в целом, да? Средства массовой коммуникации эффективно развивают систему связи между электоратом и властью. И поэтому роль партии в качестве посредника между усарством и гражданской общества постепенно образом пропадает. И, соответственно, с этим зачастую на смену партий приходят группы давления, да? То есть те структуры, которые напрямую на власть не воздействуют, а воздействуют опросредованным. То есть сами они зачастую к выборам, участие, стремиться в выборах не проявляют. Но при этом влиять на них, да, они всяческим образом стараются. Вот такая очень удивительная система складывалась в этот период времени, да? Что же здесь происходит? С течением времени, с годами, как вы понимаете, партийные системы, партии строго закрепляются в свое место в политической системе. И во многих странах скрепляется строго определенное место той или иной партии. То есть партия, с партийной системы скрепляется. В системе партии скрепляется явное, четкое время число. Четыре, пять, да? Две и так далее, да? В чем же особенность здесь? Тело в том, что партия здесь, появление любой новой партии здесь приводит к тому, что дисбаланс в этой системе меняется, правильно ли? Любая появившаяся новая партия заставляет другие партии в пространстве потесниться, да? То есть представьте себе, что в маленькой машине едут четыре человека, да? Вот им четверо ехать комфортно, понимаете? То есть любого другого числа человека в этой машине приводит к тому, что в машине становится не очень комфортно. Во-первых, машина начинает ехать тяжелее, да? Правильно ли? Во-вторых, места в салоне меньше, да? Ну и соответственно с этим меньше, место в салоне и соответственно с этим воздух становится спертнее, едет машина и так далее. В результате этого все четыре партии должны вынуждены потесниться, понимаете, да? В пространстве. Поэтому все четыре партии, уже с друг другом договорившись, начинают постепенно пятого, это члена, который в машину влез, условно скажем, да, потеснять. При этом они активно критикуют друг друга в любом случае, да? Но при этом пятого человека пытается его теснуть. Конечно, в машине удобнее всего ехать вообще одному, как вы понимаете, да? То есть удобно, комфортно, приятно, воздуху больше, машина едет быстрее, да? Но, понимаете, в четвером тоже вполне неплохо, но пять. Пять у них как-то это перебор, да? Поэтому все эти партии, четыре партии стремятся вот этого пятого игрока в системе всеми возможными способами вытеснить. Вытесняя его, они вбиваются в комфортном для себя состоянии, да? И начинают вести уже борьбу друг другу с друг другом, да? Но при этом, зная друг друга, они знают, в каких случаях им наиболее эффективно с друг другом договориться. Вот появление нового человека, пятого, да? Вносит в их схему какую-то сумму, да? Как говорят, лучше иметь... Ну, не зря существует подговорка, да? Ну, что? Ну, лучше одного старого друга, чем два новых, правильно? Ну, как... Шума в таком духе. Так вот, в этой новой системе конкуренция в исправлении новой партии возрастает, и поэтому все партии пытаются новой партии, вы посмотрите, что здесь? Вытеснить, да? На обочине электральном пространстве. То есть вход в систему средства наиболее затруднен. Сегодня вы понимаете, что у нас в России созданы объективные условия для существования крупных партий. И правление любой новой партии, уже имеющейся крупной, пытается, что сделать, ну, не допустить, поскольку это ведет к тому, что они уже не будут потесниться, да, в электоральном пространстве. Что же происходит дальше, да? Картельные партии появляются. Тема-то партии совершенно нового вида, совершенно нового характера и ключа формата есть. Их основа деятельности, ну, такая, стремится поделить все, что уже имеется. В 20 веке партии приходят в кризис не только потому, что люди начинают так слабо, пассивно взаимодействовать друг с другом, но и по целому вряд ли будут причины. Ну, что средства массовой коммуникации сегодня настолько эффективно развиваются, что человеку практически не нужно вступать в партию для того, чтобы узнать, что внутри творится, что повлияет на политический процесс. Имеются и другие каналы, да? Причем временные, а вы в партии, все ступени, прежде чем стать лидером, должны пройти многоступенчатые этапы, правильно? А это, понимаете, время недолго занимает, и молодежь зачастую не устраивает. Молодежь крайне скептически относится к партии, которая не позволяет им стремительно расти покорение действенности, поэтому партия относится очень скептически. Это ситуация показательная, и поэтому люди оттуда что делают, ну, уходят. И партии сегодня представляют собой каким-то вот периферийным механизмом соединующего государства и гражданского общества. Но в то же время их место политической системы является вот таким вот не исчерпывающимся, да? Ну, изменить ситуацию, переломить ход ее, изменить ее положение очень сложно, да и практически сегодня невозможно. А вот такая складывается в данном времени ситуация, да? Что еще по этому поводу мы с вами можем сказать, да? Партии вместе с этим очень эффективно взаимодействуют с друг другом, да? Что же происходит в настоящее время? Партии, несмотря на упадок, сегодня остаются единственным элементом, связующим гражданского общества и государства. Нет у сегодня альтернативных ей структур. И поэтому в будущем, в ближайшем будущем, что-либо заменить их на самом деле вряд не сможем. Что еще можем с вами сказать о партиях? Партии и партийные системы развиваются очень быстро. На самом-то деле партийных систем тоже существует еще много, да? Партийная система – это такая вот сложная структура, активно взаимодействующая между друг другом, но при этом для нее важны так называемые институциональные механизмы связи с друг другом. То есть партийная система – это та система, где роль и место партий устоялась, то есть устоявшаяся партийная система. Что по этому поводу можно сказать? Система называется устоявшаяся, закрепившаяся в том случае, если партии участвовали в выборах на протяжении как минимум двух, вот почему двух, ну четырех и более электоральных циклов. То есть партия существует где-то в среднем, система стабильная – если партии существующие действуют на протяжении 10-15 лет, где-то вот такая вот средняя установка, да? Что же происходит здесь? Ну, в результате этого отношения между партиями здесь что делается? Стабилизируется и партия приходит в такое стабильное, нормальное существование, да? Какие же существуют типы партийных систем? Ну, партийных систем множество. Бывает одна партийная система одна считается одной из самых неэффективных, да? Бывают системы двухпартийные и многопартийные. Двухпартийные системы – это та система, в которой партии время от времени чередуются с друг другом, находясь у власти, правильно, да? Многопартийные системы – это число партий составляет на группу, состоящую более чем из четырех, да? Ну, что может по этому поводу сказать? Чем больше число партий, тем более демократичнее политическая система, да? Но чрезмерное число партий, как вы понимаете, оно способствует тому, что система состоится не совсем эффективной. Слишком мало же число способствует тому, что та или иная партия власть просто говоря, узурпирует. Ну, что? Про тоталитарные режимы с одной партийной системой, я думаю, говорить не стоит. Все его знают. То же самое, но совсем другое можно сказать, например, о двухпартийных системах. Это что? Двухпартийные системы существующие высокий лист того, что та или иная партия узурпирует власть. Ну, что? Вот. В рамках демократических систем, в любом случае, существует механизм растения властей, да? Но, понимаете, если одна партия захватывает господствующее положение в парламенте, да? Причем в верхней и в нижней партии. Соответственно, с этим при ее поддержке избирается там глава государства, либо глава парламента, да? И, кроме этого, при ее последствии назначаются судьи, там, конституционного суда. То, соответственно, с этим понимаете, что вы говорите о том, что в стране существует демократия в этом случае не приходится. То есть мы далеко не всегда положительно можем оценивать факт двупартийности как стабильный. Ну, слишком чрезмерное число партий сразу с тем, что они не могут набрать объективное большинство голосов в парламенте, и, опять-таки, система всегда будет кризисной. То есть, в действительности число оптимумов партий здесь выполнить очень сложно. сказать, какая из них будет эффективнее, тоже сложно. Конечно, вы понимаете, чем меньше партий, тем эффективнее система. Но слишком малое число партий, при том, что система создается неэффективной. Что же можно сказать здесь по отношению к России, да? В России партийная система складывается очень сложной. Дело в том, что в 90-е годы в структуре России складывалась такая удивительная ситуация, да? Президент Борис Николаевич Левцов являлся лидером демократического движения, да? В то время как оппозиционной ему была партия КПР. Для того, чтобы универировать значение КПР в политической системе и в качестве свести минимума возможности ее как партии, создавая все возможные условия для того, чтобы снизить потенциал КПР, увеличить потенциал партии власти. Но проблема была еще и в том, что президент в это время крайне скептически относился к парламенту, да? Поскольку считал, что парламентская структура является оппозиционной ему, поскольку те, как бы, крайне неоднозначно относились к любым действиям президента. В результате этого президент партии не поддерживал в принципе, поскольку здесь очень руки, как просто, сильные партии, сильный парламент, а сильный парламент победил президента. То есть в этой схеме президент стремился значение парламента минимизировать и повысить свое статусное положение. В 90-е годы вся эта ситуация была очень показательной характерной. Но в 2000-е ситуация сложилась очень простая. Президент решил создать такую подконтрольную партию, при помощи которой можно было контролировать парламент. А контролировать парламент – это очень эффективный и сильный президент. Чего, собственно говоря, нам на данное время не удалось решить. Ну, что еще можно сказать о партиях? Сегодня партийная система в России переживает период стабилизации, скажем. Да, она закрепляется, но при этом все понимаете, что 4 политические партии сегодня далеко не полностью отражают весь спектр всех тех противоречий, которые существуют над Россией. Поэтому что и куда отбежатся наше свое общество, сказать очень сложно. Но что еще можно сказать о партиях? Дело в том, что та или иная партия напрямую связана с той или иной избирательной системой. А та или иная избирательная система влияет на партию и, получается, влияет на политический режим. Как мы с вами здесь можем в целом их характеризвести? Ну, понимаете, в президентских системах сам факт наличия мощной партии и сильных партий является не совсем верным. Поскольку сильная партия, добиваясь чего же в господстве в парламенте, может опрокинуть статусное положение президента. Но есть исключения. К примеру нашей страны России. Я вам ее уже объяснил. Правильно? Есть и пример тогда, когда что, ваши родители? Когда вот сильный парламент, соответственно с этим сильные партии, соответственно с этим слава президента. Вот система сильной парламентской структуры. Но в той или иной структуре партии становление сильной либо славой партийной системы способствует тайной избирательной системе. Как же это происходит? Ну, в мире существуют три классических избирательных системы. Это мажоритарная в один тур, мажоритарная в два тур и пропорциональная система. Но отдельным случаем идет смешная система, смешивающая мажоритарная и пропорциональная избирательная система. Но здесь известный ученый Морис Дююржей выделил ряд соответствующих законов, четким образом корректизующих, особенности данной линии противостояния. Каковы же особенности здесь? Ну, дело в том, что партии, как таковое, да, очень сильно заедут к их избирательной системе. Мажоритарная система в один тур идет становление, пишет Морис Дюржей, двух партийных систем. Но схема объяснения здесь очень проста. Ну, представьте себе, что партия набирает на выборах, четыре партии набирают на выборах следующее число, да, голосов. Ну, для себя три стучки можете записать, и в действительности будут и свериться. Партия А, например, набрала 40%, да, партия Б набрала 30%, партия С 20%, а партия Д 10%. По итогам первого тура победила партия, какая? А, как вы правильно помнили, да? Но что происходит дальше-то? Представьте себе, что прошло четыре года и выступает опять партия А, Б, С и Д, да? Значит, нечастность сведения, с основным фактом того, что голосовать принципиально за партию Д нет смысла, будет голосовать либо за партию, ну, стремятся проголосовать за партию по отношению к партии А. Поэтому они будут голосовать за партию чего? Б и С, да? В течение времени, просто говоря, партия Д исчезнет, потому что выбрасывать свой голос так просто, да, наявительно никому не хочется, правильно? Будь счастливым, у логика, ну, там же я, да? То есть, за этом оставить на просьбе шерушить, ну, принципа логики на самом деле нету. Здравствуйте. Здравствуйте. О том, что, так, извините, насилировали, да? Вот мы с вами говорили о партии, да, партии А 40%, партии Б 30%, партия С 20% и партия Д 10%. То есть, это как скачка много людей. Ставить на лошадь, которая заведомо проигрывает, у многих людей, на самом деле, желания особо острого не изникает. Понимаете, вот зачем ставить на ту лошадь, которую всегда проигрывает? Гораздо высокий шанс поставить на другие лошади и убить. Поэтому партия Д с течением времени долю голосов всего растеряет. То есть, люди действуют психологический эффект, попросту говоря. Что происходит в дальнейшем? Еще, примерно 4 года, и между партиями С и Д, партиями А, Б и Ц, также произойдет четко определенная удивительная форма ртац. С чем же это связано? Опять-таки, люди, осознавая факт того, что партия, например, Б гораздо более эффективнее, будут голосовать за нее. В течение времени партия С голоса потеряет. В результате в этой системе останется только две партии. Вот такая очень удивительная, простая и формальная логика. Закон, на которую вывинул Борис Держи. В мажоритарной системе два тура действуют уже совершенно другие принципы. Партия А, Б, Ц и Д, которую мы с вами назвали, что сделают? Они не набрали необходимого числа голосов для победы. Правильно? Они на 50% плюс один голос. Поэтому, что ситуация какая? Партия А и Б уходят во второй тур. Но понимаете, здесь какая ситуация? Партия Ц и Д в любом случае могут поддержать либо партию А, либо партию Б. То есть, будут голосовать за ту, которая больше предложит выиграть, да? Ну, представьте себе такую ситуацию, что в этом случае, как вы понимаете, наиболее выигрышной позиции оказывается партия А, которая слоит процентов голосов, да? Но ситуация здесь какая? Представьте себе, что это партия коммунистов. Собственно говоря, так и было. В коммунистической Франции люди отказывались голосовать за боязнь коммунистической угрозы, которая преследовала отношения их, ну, ассоциировалась первую часть Советского Союза. И поэтому они вот, боясь за боязнь Красной Грозы, все вдруг неожиданно голосовали за партию Б, которая имела всего 30% голосов. Поэтому, вот, очень видит ли показательный пример, выигрывает партия Б. В результате этого они все с ней сливаются, объединяются, возникает некий союз. Но на следующий выбор союз опять распадается. Ввиду того, что возникают иные формы перспективных союзов, и партия раскалывается, уходит и так далее. Вот та самая система, которая преследовала нашу с вами страну, вот, во Россию, вот такая вот уютная ситуация была, да, в 90-е годы. Ну, а пропорциональная система и ее становление многопартийной системы с сильными структурными связями в ней. Ну, понимаете, партия, набравшая процентное количество голосов, она столько же мандатов получает. То есть, если расклад такой 40, 30, 20, 10, как мы с вами писали, то партия получает, соответственно, число мандатов. То есть, если условно скажется, комментируем не 100 мест, то партия набирает 40, партия Б – 30, партия С – 20 и партия Д – 10% голосов. То есть, очень простая логика. Мною из них же лишь четкий образ связал. Вот, собственно говоря, основные механизмы связывающей партии и современные социальные системы, действующие на основе этих четких, удивительных, простых показателей. Так, уважаемые, спасибо за внимание. Наша с вами лекция, посвященная политическим партиям, движение на этом закончено.